привет мои друзья сейчас четвертый час утра скоро приедет мой поезд и я выезжаю всем палатинск билет я купила накануне причем в кассе в обычно не было билетов я взяла в коммерческой пришлось взять конечно купе стоит билет 2967 тенья вот а в обычной кассе стояла большая очередь люди надеялись что по прибытии будут какие-то места но я надеяться не стала мой поезд прибывает в 409 местного времени семей мы прибудем в 1108 это в дороге я буду 7 часов но большую часть я думаю что я все таки просплю им ведь рано еще так что потом мне останется совсем немножко доехать ну что буду смотреть в окно ну в общем я уже заняла свое место и смотрю из окна на железнодорожный вокзал города прощая ягус прощая скорее всего я сюда больше не приеду но как я и думала полпути я проспала в огонь и было немного прохладно пришлось укрываться хотя кондиционер то не работает из окна тоже дуло пришлось мне лечь головой к двери купе само купе совершенно обычное делать обзор совсем не обязательно и купе и вагон обычные как все стандартные вагоны так что даже не знаю что вам тут показывать я думаю вы все это уже видели окна в поезде конечно грязные и немного зеркалят но ничего не поделаешь просто смотрите вдаль сквозь стекла сейчас мы проезжаем казахстанские степи холмы природа конечно отличается от нашей уральской где сейчас живу где стоят встроенные мачты сосен ну и здесь люди живут здесь такие просторы конечно встречается деревья но по большей части это посадки для кого-то покажется что ландшафт однообразен но для меня это знакомые с детства места здесь я много раз проезжала в и в детстве и позже неоднократно и ну для меня это мои родные места небольшие полустанки разнообразят пейзаж смотришь на приземистые домики и думаешь и ведь и здесь люди живут выживают многие вообще никогда не выезжали из своих поселков годами и ничего другого не видели не знают и живут счастлива вы вот разве никогда не думали о людях живущих по ту сторону окна на полустанках на перронах бабульки продают разнообразную еду но покупать у них что-то или не покупать это дело вашего вкуса я лично опасаюсь но если только в фабричной упаковке вот только такое могу купить ну вот мы с вами проехали чарск до 7 платинска осталось примерно 200 километров где-то примерно два часа ну так ориентировочно сейчас в окно мы видим казахское кладбище у них на кладбище ставят такие вот минореты из кирпича своеобразные мавзолеи моя попутчица до сих пор спит я уже успела сделать все свои дела перекусила ну смотрим только в окно наслаждаемся казахстанской природой и едем дальше мы с вами друзья побывали уже во многих местах но в основном на творжарском районе в деревнях в самом о ягузе многие из моих земляков побывали вместе со мной вы мне пишите хорошие добрые комментарии я за что вам очень благодарна но возможно где-то есть какие-то неточности в моих видео но на тот момент я так думала поэтому благодарю вас всех за поправки буду сама знать но видео конечно я переделывать не буду вот ну в любом случае ваши комментарии прочитают другие люди посмотрят мое видео ваши комментарии прочитает ну и составит свое мнение вот я сейчас возвращаюсь всем палатинс где проживает моя мама немножко там побуду и буду возвращаться уже домой благодарю вас всех что вы были со мной и давайте продолжим путешествие со мной дальше мне нужна ваша поддержка спасибо вам всем большое жду вас всех на своем канале всего доброго всем пока пока до новых встреч Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok